Вот такие провалы украинских силовиков, как с дерзким убийством Вороненкова, по сути, таким же, как убийство Шеремета и Бузины, и неспособность полиции сделать безопасным даже центра столицы, обсуждаются где угодно в стране, но только не в Верховной Раде. Украинский парламент в этом году все чаще используется просто для пиара, как хорошая площадка для того, чтобы политики обменялись обвинениями или, скажем, выступили с какой-нибудь инициативой, чем более громкой, тем более нереальной. Впрочем, на этой неделе у депутатов получилось одновременно и очень громко, и, как ни странно, вполне реалистично. Под какие идеи собирали голоса и почему вдруг в центре самой настоящей парламентской драмы оказалась нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол? Все нам расскажет Анна Каменева. Эта пленарная неделя у депутатов неожиданно одна из самых горячих. Каждый скандал, как последний. Каждый голос на вес золота. Хотя до драки не дошло, но даже акцию протеста нардепу устроить успели. Такий способ, приверяющий увагу до этой акции, навіть заводяющий костюмованных людей в парламент, мы должны послать прямый сигнал и общество, и владе, и иноземным форматам, что мы мовчать не будем. Чебурашкой хотели ударить по одному из кандидатов на роль аудитора НАБУ. Часть зала за американца Сторча. Другая за британца Брауна. Необходимые 226. Не набрали оба. Хотя собирали за них голоса так, что понятно, ставки очень высокие. В коалиции уверяют, это не провал договоренностей, а просто свободный выбор. И чтобы не рассказывали сторонники американца, за британского кандидата голосовать никто не принуждал. Депутат, это же не как там кто-то каже, какого там, я не знаю, примушают за кого-то голосовать, или там как-то ломают через колени, как даже кто заявляет. У каждого есть своя позиция. Власть должна была продемонстрировать, что если коалиция есть, вот это как из серии Буратино, то она должна была по каким-то вопросам показать четкие голоса коалиции. Коалиция как бы демонстрировала свое полное отсутствие, свою полную неспособность принять ни одно консолидированное решение. В итоге вопрос об аудиторе отложили, а накал борьбы остался. И отразился даже на вопросе о двойном гражданстве. Решение, по которому согласовать нардепы, так и не смогли. Хотя компромисс ищут уже вторую неделю. Позиция нашей фракции, что до государственных чиновников, что до народных депутатов, что до судов, что до представников местного самоврядувания, есть надзвичайно четкая. Конституция должна быть поддержана единственным гражданством. Он может порушить не права людей, которые обдувают страну 25 лет, а порушить права людей, которые работают над Украиной 25 лет тяжкою работой за кордоном. Нардеп Андрей Артеменко, с которого и начался скандал вокруг двойного гражданства, заявляет, он до сих пор гражданин Канады, несмотря на то, что его паспорт аннулировали. И говорит, он такой в парламенте не один. По моим подрахункам, 102 народных депутатов имеют закордонные паспорты других стран. В парламенте я так подозрю, что есть очень много депутатов, у которых есть гражданство, не только Украины. И понятно, что они зацикавлены всеми правдами и неправдами, любыми манипуляциями, оттягнуть или не допустить вообще принятие этого закона. И поэтому я думаю, что в этом поляга основная причина такого спротива. Комитет в полном складе отмывался рассматривать, порушивающий закон, законопроект президента Украины. Голова Верховной Рады погодился с позицией комитета. Но это все оказалось просто репетицией перед главной битвой за электронные декларации. Благую цель освободить солдат, сержантов и младших офицеров. От обязанности декларировать доходы и имущества депутаты завалили своими предложениями. К президентскому законопроекту на полстранички подготовили аж 32 страницы поправок. В том числе и обязанность для журналистов заполнять декларации. Нардеп Татьяна Черновол сначала внесла эту норму, а уже после скандала решила ее отозвать. Я прошу выключить из этого перелека следующую категорию. Это ЗМИ. Логика тут очень простая. У нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять. Это про прозорность медиа-властности. Там это расписано куда более четко. Я, как человек, не поддерживаю декларирование представниками ЗМИ, но я и в том последовательный. Я не вношу таких дурных прав, чтобы потом от них отмазаться. И хотя журналистам повезло, заполнять декларации придется активистам. Как раз тем, кто борется с коррупцией. А также их контрагентам. Всем, кто антикоррупционным организациям оказывал хоть какие-то услуги и продавал хоть какие-то товары. Решение по активистам тоже от Татьяны Черновол. Она входит в клан Сергея Пашинского, который в свою очередь серьезно потерпает от журналистов-расследователей и от громадянских организаций, которые неодноразово блокировали их попытки раздребанить активы Януковича, как они это делали с газопродуктами Курченко. Это лишь такая расправа, очень дешевая. Если мы уже докатились до того, что громадских активистов, включаем, которые занимаются борьбой с коррупцией, то в порядке абсурда можно, например, наступный крок, чему бы не включить этих священников. Кому еще не повезло, депутаты и сами ответить не могут. До сих пор неизвестно, какие нормы войдут в итоговый документ, а какие все-таки не поддержали. Но что уже ясно, среди везунчиков оказались бывшие чиновники, которые теперь могут не отчитываться об имуществе. Возможно, именно ради этого пришлось даже кнопкодавить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Договоры и обвинения депутаты все же смогли принять за неделю аж 25 законопроектов. Это больше, чем за весь последний месяц. Бизнес получил корпоративные договоры и отмену печатей. Инвесторам упростили процедуру получения господдержки. В отношении переселенцев проголосовали два законопроекта, бороться за которые начали еще зимой. И в таком темпе можно было работать и дальше. Но следующая неделя пройдет в округах. А сохранять рабочие настроения долго депутаты, похоже, разучились. Анна Каменева, Евгений Каминский, Иван Ермаков, Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер. Продолжение следует...